В седьмом сезоне нам дадут новый подарок в честь юбилея игры, изменят зону и добавят новый режим. Всем привет, Кен, 7 на проводе, и 7 это не количество моих сантиметров, это седьмой сезон. Прямо сегодня я расскажу абсолютно всё про новый седьмой сезон, а именно дату выхода нового обновления, дату выхода нового сезона, про новый режим, про новую карту, про новый ножичек и про новый удалённый гасик. И всё будет в этом видео, поэтому прямо в эту секунду прожми огромнейший лайк, подпишись на мой канал и напиши в комментариях, если ты ждёшь обнову. Ну что же, погнали! Ну и теперь самое главное, вы же все хотите заработать. Так вот, вам всем интересно, а какой кастик удалят следующим и удалят ли его вообще? Первое, да, его удалят, как удалили в прошлом году Скорпион Кастик. Разработчики один раз в году на весеннее обновление удаляют по одному кастику. В прошлом году они удалили Скорпион Кейсик и он сейчас стоит 200 голдишки, а вот в этом году они планируют удалить Фэйбл Кастик. Но, ребята, не спешите его закупать. Подождите, пока разработчики добавят новую акцию. И вот тогда с вероятностью в 100% вы сможете смело закупать Фэйбл Кастики. Как это было в прошлом году, я закупил и я купился. Ну а теперь давайте с нами поговорим про дату выхода весеннего обновления. В прошлом году, а именно пятый сезон весеннего обновления, стартовало аж целого 3 апреля! Вы посмотрите на вот это. Но не пугайтесь, потому что в прошлом году сами разработчики говорили, и то, что они очень сильно задержали это обновление. Поэтому в этом году мы ждем его гораздо раньше, а именно в средине февраля. И я хотел бы еще подметить один очень-очень важный нюанс. Прошлое весеннее обновление стало самым масштабным обновлением за всю историю Стэнд Долфа. Потому что именно этот трейлер набрал 12 миллионов просмотров. Это абсолютный рекорд на канале Аксельболт. А все из-за того, что это было самое глобальное обновление, в котором сделали реворд целых двух карт, также добавили новые режимы, добавили новый голд пасек и переработали механику стрельбы. Поэтому в этом году мы будем ждать не менее крутое обновление. Ну а прямо сейчас я вам расскажу, насколько же жестко спалились разработчики. То, что изменят карту Зона 9, это факт. И я вам прямо сейчас доведу. Обратите внимание, ребята, последние две игры у этого тестера были на карте Зона 9. Ну и куда же без пасхалок? Я вам говорил то, что в прошлом году реворкнули две карты, именно Провинция и Раст. Эти карты очень сильно поменяли. Так вот, в этом году разработчики нам дали пасхалку, потому что они изменят в новом седьмом сезоне карту Зона 9. Обратите внимание, увеличивает момент. Это все было не специально. Это пасхалка на следующую измененную карту. А знаете, что самое-самое интересное? Прямо сейчас на ваших глазах вы видите самую первую версию карты Зона 9. Эту карту уже меняли дважды. И сейчас ее хотят реворкнуть третий раз. Я даже не представляю, что же на ней хотят изменить. Посмотрите, ребята, прямо сейчас на самую первую версию карты Зона 9. Да, она реально была очень страшная, неиграбельная. И вообще, как кто-то на ней мог играть? Но это была первая версия. Сейчас же она нормальная, но разработчики хотят ее снова поменять. Что вы думаете по этому поводу? Напишите прямо сейчас в комментариях. Потому что, как по мне, ну это уже какой-то абсурд. Ну а теперь, давайте мы с вами немножко поговорим про новый режим. Знаете, почему я хочу про него поговорить? Потому что прямо сейчас, вот прямо в эту секунду, разработчики тестируют новый режим. Посмотрите, играет, 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 играет абсолютно все тестеры, тестируют новый режим. Значит, он будет очень скоро. И знаете, что самое главное? Самое главное, чтобы новый режим не был таким же скучным, как это был прошлогодний режим. Разработчики добавили просто битву снайперов. Там, где все тупо бегают с АВП. Ну вы серьезно? Это же тухляк! Ну а прямо сейчас я вам покажу не тухляк, а именно самую лучшую реализацию нового обновления. Погнали смотреть! Ну что же, давайте смотреть. Первое, что мы видим, это обновленный инвентарь. Ну это же великолепно! Как же это удобно! Как же это красиво! Ля, ребята, ля, красота-то какая! Прожмите лайк, кто кайфанул. Смотрим дальше. У нас есть фильтры. И не находится вот тут сверху. Ну это же очень-очень удобно. То есть я захотел, выбрал фильтры с наклейками. Захотел, выбрал фильтры с брелками. А прямо сейчас вы просто обалдеете. Вы можете создать свою коллекцию? Да-да-да! То есть вот прямо сейчас я вам покажу. Мы выбираем три скина, с которыми мы хотим создать коллекцию. Нажимаем кнопочку «Далее». Дальше пишем название коллекции. Я бы назвал бы «Слоны». Выбираем цвет. И прямо сейчас в разделе «Свои наборы». Обратите внимание, где-то тут. Мы видим эту самую коллекцию, которую мы только уже создали. Это было бы очень удобно. Прям очень удобно. Ну а прямо сейчас я вам покажу обмены. Ну обмены нужны всем. Ну по-любому у вас была хоть раз в жизни такая ситуация, что вам был нужен обмен. Если это так, прожмите плюсы в комментариях. Вы посмотрите, как же это было бы удобно. Вы можете обмены вот так отклонить или принять. Все делается буквально в один долбанный клик. Все максимально легко и самое главное, понятно и интуитивно. Ну а прямо сейчас мы предложим кому-то обмен, чтобы вы поняли, как же все это работает. Мы нажимаем «Предложить обмен». После этого у нас есть два инвентаря. Один инвентарь – это наш. Второй инвентарь – это нашего друга. И мы просто выбираем нужные нам скины и отдаем свои. Ну легче же некуда. Просто легче некуда. После этого нажимаем кнопочку «Предложить» и все будет готово. Вот посмотрите, прямо сейчас поменяем М60 меча на три стикера. Нажимаем «Обменять». Ну и конечно же, самое главное, чтобы не было никаких обманщиков. И разводил. Двухфакторная аунтификация. Поэтому вас уже никто не сможет обмануть. Поэтому разработчики, пожалуйста, добавьте все это. То есть вам приходит смс на телефон и все. У вас никто никогда не заскамит. Прикиньте, это было бы очень круто. Ну и после этого у вас этот обмен остается в истории. То есть вы можете зайти и посмотреть в истории. Это же шедевр. Это было бы нереально круто. Где же взять голдишку? Братик, ответ крайне просто. Булдропчики. Да вообще сейчас такой ивент проходит. Челюха отлетает на раз-два. Добавили фабрику эльфов. Ты фармишь карамельку, а потом карамельку меняешь на топовые скины. Брат, ты посмотришь, что у меня есть, а? Хочешь ли такое же? Залетает обулдропчик. Также нам добавили новую коллекцию сундуков. Но самое главное, сверху новой башкой ты видишь секретное слово. Ты его вводишь и собираешь свой приз. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Ну а прямо сейчас мы переходим в раздел примерочное. Ой, ребятки, вам не показалось. Потому что, ну у всех бывают такие ситуации, что вы думаете? Надо ли клеить эту наклейку? Надо ли или не надо ли? А вот схожь в раздел примерочное. И ты можешь приклеить абсолютно любую наклейку. И ты можешь посмотреть, как бы это смотрелось. И ты можешь даже не одну наклейку наклеить, а сразу три или четыре. Класс. Это просто шедевр. Не, ребят, ну это было бы очень круто. Я бы голдскул и примерил бы, да? Как бы они смотрелись на моем инвентаре. Ну что же, давайте смотреть дальше. Дальше мы видим раздел видео. О, май. То есть вы можете полноценно себе настроить настройки графики такие, какие вы захотите. Чтобы не были прям супер крутого качества. И это, это, это шедевр, это шедевр. И после этого не просто нажимать кнопочку применить и заходить в игру, а будет кнопочка предосмотра. То есть вы можете изначально посмотреть, как же все это будет выглядеть в игре. Я считаю это очень-очень круто. Ну что же, смотрим дальше. Обратите внимание, как поменялась вкладочка друзей. Тут есть друзья в сети, не в сети, а избранные. То есть, например, кентопк можно добавить в раздел избранные. Ну а прямо сейчас мы посмотрим официальную мастерскую стендоффа. Я отвечаю, я сейчас заплачу. Как же это круто. Вам реально не показалось? То есть вы можете скачать или купить чью-либо кастомную карту. Ну естественно, ребят, я бы свои кастомные карты бесплатно вам бы отдавал. Вау, ты что? Ты можешь скачать старую карту Old Stone. Кто не знает, это одна из самых первых версий карты Sandstone. Вау, вот это имба. Я хочу кастомные карты. Ребят, хэштег кастомные карты. Пожалуйста, добавьте. Также слева есть фильтр. Можно выбрать по популярности, по рейтингу, по количеству работ. Просто можете выбрать абсолютно все. Это было бы очень даже удобно. Не, это прям очень-очень круто. Также есть раздел подписки. Ну, то есть, поняли? То есть, если вам понравился автор, который сделал вам карту, вы можете, так сказать, подписаться на него и помочь ему материально. Также есть новая кнопочка. Запросить приглашение. Если вы хотите поиграть с вашим другом, вы можете нажать запросить приглашение. И если он примет, вы можете поиграть вместе с ним. Также добавили обновленную статистику. Там есть фильтр соревнователей, союзники. И ты можешь посмотреть, как играет твой друг. Кстати, обратите внимание, какая красивая статистика в профиле. Это прям очень-очень круто. Также самое-самое главное. Вы можете смотреть инвентарь вашего друга. Ну, прикиньте, там ваш друг купил новый ножичек. Сразу зашли и посмотрели. И если каточка. Ну, а прямо сейчас мы зайдем в кастомную карту Sandstone. Я говорю сразу, не обращайте внимания на графику. Ведь это всего лишь кастомная карта. И ничего более. Ну, самое интересное, что вот такую карту смог бы создать любой из вас. Да, карта, мягко говоря, не очень. Но самый большой плюс. Это кастомная карта. Прикиньте, вот я создал карту, а мне знаю, Тик-Так создал карту. И вы сможете в них играть. Это просто один из примеров. Поэтому, если добавить кастомную карту, это будет глобальный прорыв в стендове. Поэтому, давайте все запустим хэштег. Разрабы! Добавьте кастомку! Или просто добавьте кастомку. Ай-яй-яй-яй-яй, как же это круто. Ну, я уже хочу поиграть на этой карте. Я не знаю, как вы, но я очень сильно хочу поиграть на этой карте. Ну, что же, ребята. И на такой хорошей, замечательной, прекрасной ноте я хотел бы закончить подобный видеоролик. Поэтому, пожалуйста, прожмите огромнейший лайк. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Если вы ждете обнову, хэштег жду обнову. Ставьте лайк, подписка. Всем пока!